Сегодня продолжаю рассказывать о том, как я получаю статус квалифицированного инвестора. Сейчас уже май, промежуток времени между праздниками, но биржа работает, и на срочном рынке я продолжаю торговать фьючерсами. И сегодня, не сегодня, а вчера, мне удалось заработать 14 тысяч на этом деле, просто вот получая статус квалифицированного инвестора. Сейчас я хочу рассказать о том, какие страшные враги любого начинающего трейдера меня встречали. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, давайте посмотрим сначала, что было вчера с нефтью. Вот посмотрите, как вела себя нефть в последнее время. Она непрерывно росла, и вот здесь вот уже начинается, видите, средняя линия по лентам Бойлинджера начала уже, ну, закругляться, во-первых. Во-вторых, ленты Бойлинджера сузились, что говорит о том, что, ну, в общем, очень возможна смена тренда с роста на некоторое падение, по крайней мере, потому что уже слишком сильно выросла, практически до 70 долларов за баррель. И я решил, что я продам эту нефть буквально вот здесь. И что я сделал дальше? Ну, логично было выкупить вот здесь, да, вот здесь. Но, соответственно, потому что она, посмотрите, вот начала дергаться вверх. То есть, как бы, отскочит или не отскочит, отскочит или не отскочит от нижнего берега. Что я делал? Давайте покажу нам непосредственно на самом терминале КВИК. 6988, вот здесь, вот, вот здесь. Сейчас я покажу вот такой линии. 6988. 6988. Вот, на этой свече 6988 по стопу, нет, я просто взял и продал, потому что я решил, что она здесь упадет. Причем очень удачно она так, как только я выскочил, поставил заявочку, она подскочила сюда и пошла вниз. Что было очень приятно. И она пошла вниз. И идет, идет, и вот, смотрите, вот она, я уже начал говорить, там она доходит сюда, до нижней части ленты Боллинджера. У меня уже плюс 2000 рублей по этой позиции. И вот тут такой вот очень сложный психологический момент, когда она отскакивает и идет вверх. И вот этот вот поход вверх, он резко с такой же скоростью уменьшает мою прибыль. И подходит, подкрадывается жаба. И, блин, моя прибыль уходит, хочется закрыть, хочется закрыть. Вы знаете, как сложно с этим бороться? Что я делал? Я делал следующее. Вот она вот у меня, здесь вот я их продал, да, и я потихонечку, у меня стояла заявка Take Profit и Stop Limit. И Stop Limit я потихонечку опускал, вот сюда сначала опустил. Ну, потому что, ну, если она подскочит сюда, ну, по крайней мере, я не в убытке останусь. Хотя, конечно, жалко, блин, жаба душит, что вот была прибыль 2000, а осталось там 150 рублей, да. Но, тем не менее, я вот пересиливал себя как мог, потому что я думаю, ну, отскочит она вниз, пойдет. И вот она отскочила вверх, потом вниз. Давайте я сейчас немножечко масштаб изменю. Вот на такой, мой любимый пятиминутный. И вот что было. Вот мы сейчас здесь. Вот она, посмотрите, вот идет, вот, 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 идет вверх. И пошла все-таки вниз. Кайф. И здесь, что происходит дальше? Вот здесь она снова идет вверх. Так, но я потихонечку опускал, опускал. Вот до сих пор я опустил стоп-лимит. А снизу стоит тейк-профит. Причем, где поставить тейк-профит? Я посмотрел график четырехчасовой. Смотрите внимательно. Вот, ну, я рассказываю то, что я делаю, чтобы было понятно, как зарабатывать деньги. Так, и посмотрите, что я решил. Я решил, что, в общем-то, вот, я решил, что она до шестидесяти семи с половиной может дойти даже, теоретически. Но поставил именно вот где-то здесь свою стоп-заявочку, тейк-профит. То есть тейк-профит у меня стоял вот здесь. Шестьдесят восемь и шесть, что ли. Вот, и я поставил тейк-профит. И вы знаете, как... Вот, 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 вот здесь видно хорошо. Смотрите. Вот, видно, что она пойдет вниз-вниз-вниз. И куда-то вот сюда, вот здесь вот она будет, скорее всего, будет отскок. Понимаете? Вот здесь, вот в этой области. Поэтому я где-то вот здесь посередине, вот прямо вот сейчас, где она находится, шестьдесят восемь, семьдесят, поставил тейк-профит. Тейк-профит, как вы помните, я ставил, я рассказывал, как сделать трейлинг-стоп. То есть она опускается ниже, и мой уровень тоже опускается ниже, 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 ниже. Параметр стоял 0.12. Если будет отскок от минимума 0.12, то купить. И вот оно, что произошло. Давайте посмотрим. Вот на эту свечу внимательно. Я напоминаю, отступ от минимума стоял 0.12. Посмотрите сюда. Минимум 68.40. Видите, да? Low 68.40. То есть цена на нефть дошла до 68.40 и пошла вверх. 0.12. 0.4 плюс 0.12 получается 0.52. По 0.52, на 0.52 заявочка встала в стакан. И по 0.52 были заявки, которые на продажу. Соответственно, моя стоп-заявочка сработала и зафиксировала. Посмотрите, как очень-очень хорошо она зафиксировала прибыль. Таким образом, я получил прибыль вот такую. Ну, сейчас я вот так вот. Вот линейка. Минус 1.32 доллара. То есть у меня получилось... Да, 1.32 доллара на каждом фьючерсе. Фьючерсов было 20. Каждый фьючерс это 10 долларов. 20 умножить на 10. 200. 200 умножаем на 1.32. Получается... Сколько там получается? Ну, 270 где-то долларов прибыль на фьючерсах. Вот так. Ну, за вчерашний день 14 тысяч, короче говоря. То есть, смотрите. И при этом оборот... Ну, я вам скажу сейчас, какой оборот был. Смотрите. Оборот был следующий. Вот я пытаюсь выставить, скажем, на продажу. 20 было фьючерсов. Объем сделки 1 миллион 28 тысяч. Объем ГО 181 тысяча. В прошлом видео я рассказывал о том, что по долларам отношение объема сделки к объему ГО 12. 1 к 12. Здесь соотношение немножечко другое. Там 1 к 6. Но, тем не менее, очень даже хорошее соотношение. Это не плечо в чистом виде, это не кредит, это просто соотношение. Для того, чтобы купить 1 фьючерс на 10 баррелей нефти, это 51 тысяча рублей сделка, нужно на счете иметь 10 тысяч рублей. То есть, нефть это тоже такой очень популярный биржевой товар, очень популярный фьючерс, так же, как и фьючерс на доллар. И третьей популярностью стоит индекс РТС. Почему он такой популярный, я расскажу. Я очень активно торгую индексом РТС, конечно, потому что на нем можно получить самую большую прибыль, на самом деле. Но об этом все позже. А сейчас все. Спасибо за внимание. Сегодня такое вот короткое техническое видео. Оставайтесь на моем канале, будет много интересного. И до встречи. С вами был Дмитрий Юрий.